Добрый день, в эфире наша историческая программа. Меня зовут Владимир Сметалин. Напомню, что мы путешествуем на эти передачи по разным эпохам, но география одна. Это наша область, наш регион, Киров, Вятка. Назовите как хотите. И путешествуем вместе с Евгением Питуниным, историком, краеведом, руководителем Музея инженерных наук и АДГУ, президентом Вятского ретро-клуба. Евгений Альбертович, добрый день. Добрый день. Я напомню нашим слушателям, что у нас такая серия передач получилась. Если говорить коротко, что смотрели жители нашего города, послевоенного уже города. Что и на чем смотрели. Что и на чем смотрели, что и на чем слушали. Мы имеем в виду радио, телевидение. И вот в прошлый раз мы договорились о том, что еще и осветим такую тему, как что читали. Имеем в виду и периодику, и печатные издания, и книги. Тут очень много всего интересного. Без этого не обойтись. Это третья составляющая была жизни. Наверное, даже если взять по важности, то первое. Первое по важности в СССР. Что читали, потом что смотрели, что слушали. Ну, безусловно, в послевоенные годы выбор того, что почитать, служители нашего города, был, наверное, не слишком большой. Но по сравнению с современностью. Сейчас-то все, что угодно. Это купить и сеть. Это не только послевоенные, это всегда до конца 80-х. Да вот знаете, и сейчас. До самого конца 80-х некий дефицит был? Да, был дефицит, конечно. Да и сейчас тоже дефицит, по большому счету. Но об этом позднее. Жаль, что нет для наших слушателей визуального ряда. Но недавно попалась фотография, 50-х годов, оказывается, на Дрилевского, тогда еще Дрилевского, на месте магазина Военторг, был магазин, подписное издание. И вот фотография, видимо, утренняя, еще заснеженная совершенно улица, и очередь Аж до банка стоит за изданием. То есть это стремление... На улице современная Спаска. От Военторга до банка стоит замерзшая в снегу, засыпанная метелью, снегом, очередь за книгами, за подписными изданиями. Подписные книги? Подписные книги, да. Каким образом? Объясните, как это было на книгу. А мы сейчас подойдем... Ну давайте, попали. Давайте, а от чего вот такая тяга получалась, от чего люди мерзли и стояли ночь напролет в очередях, хотя в очередях было не привыкать, но за книгами, за книгами такого не было нигде, наверное, только в нашей стране. А почему подсаживали вот на эту иглу чтения? Сейчас, наверное, отследим всю эпопею. Кто подсаживал? С какого момента? Подсаживали со школы, едва там люди начинали, даже с детского сада, потому что, приходя даже в 60-е годы в первый класс, большинство выпускников детсада уже умели читать. Кто-то бегло, кто-то по слогам, но тем не менее... Это одно из условий. Вроде как человек должен быть, ребенок подготовленным должен быть. Ну, не обязательно. Приходили разные, но читать умели. И сразу начинали вбивать в сознание, что чтение – это хорошо, чтение – вот лучшее учение, еще, все говорят, и дальше. И поэтому... Периодические уроки, кто что прочитал, расскажи про книжку, да? Ну, это тоже было. Классное чтение и так далее. Ну, вначале подсаживали на... Ну, это я уже из своего школьного, позднего советского опыта уже, да. На подписные издания, то есть, с самого раннего детства выписывали совсем маленькие дети, это были самые знаменитые журналы, это «Мурзилка» и «Веселая картинка». Если кто не помнит, «Мурзилка» – это такой был «Желтенький зверек», типа «Чебурашка» в Берете, вот, а «Веселая картинка» там были, не знаю, «Самогел», «Карандаш» и все вот эти человечки. Я прекрасно помню, у меня мои родители выписывали там веселые картинки, где-то там на чердаке подборочка лежит. Уже с 5-6 лет был рефлекс, что вот в почтовом ящике что-то будет хорошее, веселое, интересное с картинками, надо брать ключик, бежать, и сегодня мои веселые картинки приходят. Чуть человек подрастал, становился пионером, и тут же его напрягали выписывать «Пионерскую правду», потом журнал «Пионер» и «Для самых продвинутых костер», ну, это уже, что родители подпишут. Подписывали даже на звено пионерское, могли там или на класс, вот, стоило все это, и тем не менее, интересное, я не знаю, что там читать, вот, честно говоря, если с детства запомнил «Лис Шурнал» и «Мурзил», вот я почему-то, мимо меня прошли все эти «Пионерские правды». А я пионерскую правду, кстати, читал бы. Она, может быть, в поздние годы была интереснее, когда это черно-белая была газета, вот, но тем не менее, еще чуть-чуть постарше, там уже по интересам шло, и рефлекс был по почтовому ящику, я уже говорил, стой, и вот, поэтому уже дальше шло расслойнее по интересам. Кто-то желал копаться на грядках, там делал успехи в биологии, то ему выписывали, просил дома журнал «Юный натуралист», это были маленькие дешевые журнальчики, кто-то выписывал технику молодежи, юные техники, великолепные журналы. Потом начинали читать взрослые издания, был такой замечательный толстый журнал «Наука и жизнь», и вот он читался даже со школы, там были и советы домашнему мастеру, и это интеллектуальные загадки из жизни, им игры и прочее. И причем, что интересно, вот все эти советские издания, их начинали читать с конца, потому что вначале шла нудная передовица, советское правительство и коммунистическая партия делали все возможное для развития науки и бла-бла-бла. И вот, а в конце было, и начинали читать и журналы, и начинали читать и газеты с конца, потому что поначалу они становились все скучнее, все нуднее. Вот, в частности, была замечательная газета, литературная газета, и начинали всегда, потому что выписывали из-за последней страницы, это был экспериментный юмор, в отличие от нынешнего животного юмора какого-то большого. Возвращаясь к той самой очереди, да, вот той самой фотографии, то есть действительно был дефицит, на всех не хватало. Ну да, вот когда люди со своей, там, пионерской правдой, прочих начинали читать, то кругом интерес, в общем-то, сразу был, так как на фоне любой жизни, окно в мир, оно должно быть. Ведь вот сейчас это интернет-компьютера тогда не было, а всем же, там, и пацанам, и школьникам хотелось, там, путешествий, хотелось великих открытий, хотелось там чего-то. Единственная возможность была, это книги. Вот, книги, если родители были не очень состоятельны, это была доступность библиотека, в частности, даже, по-моему, был какой-то легкий прессинг, и всех пытались записать целыми классами в библиотеку. Ну, это же считалось признанием интеллигентности, обязательно, библиотека была записана, должен туда прийти, привлечь. В детскую библиотеку, она была, такое, культовое учреждение, там, это, кто-то написал, что, если я представляю ее на свете рай, то это библиотека, вот, не помню, чьи это слова, но, это, кого-либо, правда, было, потому что погружались в какой-то, вот, действительно, фантастический мир. И, ну, библиотеки, вот, все равно книга, вот, на мой взгляд, почему-то у меня предубеждение, одно дело зачитанное, порванное, там, подклеенное, а другое дело, это новень, свежепахнущее. Раз эти погружались, поэтому лучше всего иметь свою библиотеку. И насчет библиотек в СССР, в самой читающей стране, это уже был культ. Вот, то есть, собирали и собирали, теперь, а подписка, вот, как можно было получить подписку, механизм был довольно сложный, надо было в специальных, в специальных отологах, на почте, надо было отследить, что и где будет выписываться, потом надо было занять очередь и получить, а почему-то были лимиты, и зачастую было, что, вот, там, на Майнрида приходят. Вот, сегодня начинается подписка на Майнрида, я хочу получить талон, все-все, кончилось уже, да, нету такого, ну, вот, осчастливые... А деньги вперед нужно было заплатить? Ну, да, осчастливые платить надо было сразу, иногда за все, иногда за все, а потом по одному тому, вот, скорее всего, очередь, была это на получение талонов. Потом этот магазин переселили, вот, рядом с Эхо Москвы, вот, здесь вот, если идти, вот, ранее, это книжный магазин, факт, там были подписные издания, видимо, а там военные. Книга получилась, и там всегда был, в общем-то, если не ажиотаж, то около этого, и поэтому так вот копились первоначальные библиотечные собрания, начиная с 50-х, когда стали относительно интересно издавать полиграфические книги. Ну, вот, представьте... Советское время довольно высокое качество. Высокая вот жизнь... По авторам тоже... Вот, представьте жизнь того времени, если дома по радио, там, поют патриотические песни, а на доях привесах и тоннах чугуна там, постоянно. Если телевизор черно-белый рекорд подслеповатый, вот, о чем мы говорили в прошлых передачах, и открываешь книгу и погружаешься, ну, с детства в волшебный мир, взять же тех же знаменитых волшебных изумрудного города. Вот эти картинки, эти изображения у меня сейчас собраны все с детства, это память. И на каждой странице там картинки, человек уже представляет, у него складываются цветные яркие образы, это Страшила, Железный Травосерк, Элли и все прочее. Изумрудный город, я не знаю, как у нас будут оформлять площадь под Изумрудный город, но, по-моему, взять старую книгу Волковой с иллюстрациями и посмотреть, как там все было нарисовано. Да, это самый оптимальный вариант. Я думаю, у всех у нас, кто читал эту книгу, с детства они запомнились, и поэтому в памяти остались навсегда. Да, вот, например, была великолепная, любимая книга из детства, это «Приключения Рандаша и Самоделкина». Это тоже была богатая иллюстрированная книга. Когда читатель чуть-чуть подрастал, то он тоже погружался в другой мир. Подождите, я еще хочу переспросить, в 50-е годы зарождается привычка кировчану заводить личные дубляки. Да, потому что стали доступнее, потому что стали печатать книги, потому что книги стали выглядеть относительно приемлемы. Вот взять того же подписного Майнрида, это «Оранжевые тома», они были проиллюстрированы великолепными гравюрами. И вот после цветных картинок, когда человек начинал читать «Всадник обезголовы», «Соулу», «Вождя Семенова» и прочие там приключения, то почти через страницы были великолепные гравюры, которые уносили именно в этот мир, именно в эти джунгли, именно к тем корбоям. Точно так же были и другие книги, и «Три мушкатера» с иллюстрациями, и «Одиссе Апитана Блада». Вот всё, что каждый ребёнок, через что прошёл в детстве, способствовало чтению, то, что было, на что посмотреть. Я попомню эту привычку, из детства, беря новую книжку, ты всегда ищешь. А есть ли там картинки? А потом стали незатерявшиеся гравюры в книге. Уже в 60-х, где-то вначале, пошли цветные иллюстрации, но их обычно было 4 или 8, они попадались в середине книги, можно было смотреть. Вот почему-то запомнился... Наверняка дороже стоили книжки с цветными. «Остров доктора Мро» почему-то запомнился, когда за человеком гонится монстр с красными глазами. Дороже стоили они с цветными иллюстрациями? Да, я не знаю, что дороже, но это было очень непросто достать, потому что если у кого-то были книги хорошие, то это был какой-то капитал, это был, ну, и в прямом, и в переносном смысле. Зачастую, как там была знаменитая записка, когда приходили гости, то ставили в книжные шкафы бумажку такую, где писали «Не шарик по полкам жадным взглядам, здесь книги не даются на дом». Большинство не давали, а у других были такие для чтения, потому что иногда вот все-таки люди ценили книги в хорошем состоянии и потом пластинки, вот, и очень не хотелось кому-то отдавать, чтобы были зачитаны, рваны. А как формировался этот вкус или эта мода? Что именно? А что удалось? Каких аж? А что удавалось достать? То есть, если уже по библиотеке, по каким-то пересказам по популярности, наверное, были рейтинги популярности, их никто не составлял, но вот если выбрасывали подписного Джек Лондона, естественно, приобретался, и обычно вся семья читала от мала до велика, с первого тома до последнего, когда выпустили в 70-е у нас так же «Уэллс», «Рыцарс» и роман, и так и прочее, это все читалось, и даже наш «Грин», вот я помню, я пришел к нему в классе в восьмом, может быть, было и рановато для меня некоторые вещи, но, а, я посмотрел какое-то кино, по-моему, «Бегущая по волну», и вот сразу меня порвало, и с первого до последнего тома, и вот обычно так же. И потом, я помню, были шкафы, и просто случайное открытие, например, вот родитель, после того, как прошел фильм «Знаменитый вождь краснокожих», где мальчуган был. Отец мне сказал, да ты что ты, о Генри не читал я. Да вот же, вот стоит, и вытащил два тома, и я всего Генри, я теперь наизусть могу, если я прочитал в восьмом классе, я могу наизусть сейчас самая знаменитая цитата. А на наших можно было в классиках подписаться? Вот, золотой век русской литературы так называемой. Пушкин, Лермонтов, на поэтов тоже издавали? На наших-то можно было подписаться, но зачастую, всячески, вот книжные магазины были полны литературы, то есть была иллюзия, что они забиты до отказа, и действительно, заходишь, да, но там были и это, труды классика, марксизма, ленинизма, труды Ленина, и это были у нас престарелые члены Союза писателей, которых издавали, издавали, несмотря на реакцию читателя, надо ли или не надо, я не буду называть фамилии, но был этот мертвый груз, который лежал годами, потом их списывали в сельские книжные магазины, и потом их списывали на утилизацию, а если что-то появлялось, то это было либо из-под полы распространялось, это всего до 90-х годов, там чуть-чуть что появлялось, это моментально. Каждая продавщица в книжном магазине была, в общем-то, чувствовала себя, ну, едва ли не ролевой, потому что у нее был круг людей, которые тоже делали и это полезное, и нужное приобретение, и вот расходилось из-под полы. Но, кроме того, вот была замаскированная система, нельзя было издавать, например, детективы, очень популярный жанр. Во-первых, буржуазные детективы в большом количестве, они портили вкус советского человека. А кого это было буржуазным? Было такое большинство, и огромные тиражи печатались, болгарские детективы, венгерские детективы. То есть, то, что поближе, что к советской модели развития. Буржуазы на их фоне можно было издать, и поэтому у нас... Когда-то Крести была буржуаза? Буржуаза, нудноватого там, какого-то, издавали сыщик, это я упоминал вначале. Сыщик? Эркюль Пуар. А, Эркюль Пуар. Тоже он не читался абсолютно. И еще был такой у нас способ, как, например, издание «Жемчужин в огромной массе ненужной макулатуры». В частности, это была библиотека всемирной литературы. Вот недавно у меня у жены стояла, она занимала... Я боялся, что упадет и кого-нибудь убьет. Она была убрана наверх. Она занимала примерно объем, ну, минимум, два кубических метра пространства, огромных тяжеленных томов. Сколько томов всего? Несколько десятков, сотни-сотни там были. В нелюбимых мною суперобложках, которые вечно рвались, которые вечно терялись. И они все были с плохими иллюстрациями. И на фоне их-то хороших там была какая-то народная африканская литература, болгарская, украинская. И если что-то стоящее, какой-то автор, то... Ну, вот тут еще свой оценочный взгляд даете. Кому-то и нравится до сих пор. Да, но держать... Там говорил в свое время, правда, по другому поводу Нагиев, что стоит ли покупать свинью из-за одной сардель. Ну, это он, правда, по поводу женитьбы говорил, но я вот насчет... Ну, стояло уже выписывать всю всемирную литературу ради... Там сто томов ради десяти хороших. Да, и вот я насчет рейтинга. Рейтинги, они, может быть, искусственно создавались, раздували в школе. Всегда почему-то изучали не только классиков, но и современников. Причем каждое десятилетие были свои, которые благополучно выходили в небытие. Вот в частности нас печатали какой-то книгой, даже не помню, чьей, изотопы для Алтунина. Вот хоть в интернете не нашел, но заставляли чуть ли не сочинение писать. Но были народные рейтинги. Каждое десятилетие, вот, наверное, да даже чаще, каждую пятилетку люди сами создавали себе кумира литературно. То есть те произведения, которые наиболее часто приобретались, которые попадали в тот самый. Иногда почему-то были и это, и Шипка, заумные произведения, вот типа Андрея Белого, для Шипа, Ихмас Шипка, заумные, но это мы попозже подойдем к рейтингам. Например, в 60-е был культ Хемингуэя. Почему? То есть физики, лирики, хэм, хэм сказал, хэма там. На цитаты расхватывали. Ну так то же самое продолжается. Как-то сошло. 70-е годы там. Ну сменился Хемингуэй, там пошли, конечно, культовые, это прежде всего Анжелип Айсер Жгалонс, блудница Анжелип. Помню, сдавали книг по жуткому блату первую Анжелику. Все из дома запрещено было выносить, хотя это и ком давал читать и одноклассникам, и одноклассницам. Сам помню, когда читал в школе там эту детально описанную пустельную сцену. Да, это одно из первых изданий, откуда мы могли почерпнуть это. От меня и они спрятали, а были, хотя люди, которые прятали от детей не только Анжелипу, но даже Есенина. Вот был такой преподаватель, не буду называть фамилию, училище искусств. Его дочери были у нас соседками. И они говорили, мы Есенина не читали до 10-го класса, от нас прятали, считалось нельзя. Любовную лирику? Да, наверное. Ну вот, потом так же считалось почему-то крутыми романами в 60-е и начале 70-е, это Черкасова была трилогия, «Конь рыжий», «Чёрный тополь» и «Хмельные» эти книги. Наверное, они были интересны. Вот я помню, что с удовольствием. Ну, в 70-е, конечно, пик-куль-пик-куль, всё забил и вытеснил. И даже если было не купить, то началась такая тенденция, не только в роман-газете, это было такое периодическое издание, где печатали популярную литературу, но и в других журналах стали печатать отрывками пик-куль, например. Мне запомнилось, когда я служил в армии, на погран заставе, то приходил маленький какой-то убогонь и журнальчик, назывался он «Молодая гвардия». Там, ну, ни о чём, но единственное, что там печатали, богатство пик-куля, прессера и прочее. Вот я сидел дежурным по заставе и ночами, и это было великолепно, это скрашивало жизнь, и я уходил в дальние страны, в моря и экраны, на Камчатку, куда-то и читал этого пик-куля. Здорово, посадили на стене, всё в страну. И почему-то вот непредсказуемо, ну, на смену, там, 80-е, 80-е годы у нас, да, открыли, это вообще был бум, читатель, ну, тогда бросили все читать, наверное, разрешённого Солженицына и прочих там, гулаговских писателей, вот, всё, что можно было. Это 80-е были? 80-е, 90-е. Тогда все переориентировались, все подписные издания, первый «Огонёк», помню, был скандал, что «Огонёк» снял с обложки ордена Советского Союза, и вышло такое, и поэтому вот была прямо охота за подписными изданиями, это «Новый мир», даже «Дом», дай Бог памяти, там, они ещё не расслоились, там не стали, ультраправые, ультралевые, а все вот печатали, Варлама, Шаламова, там, и прочие-прочие рассказы, там, «Белая одежда» Дудинцева, вот, а даже я вынужден был, вот работая в газете, и я купил себе переплётный станок, потому что это был огромный объём литературы, я освоил переплётное дело, и под видом отходов мы выписывали в типографии ГИБП «Вятка», «Лидерин», «Артон», там нам даже рубили всё это, и я вот переплетал, у меня где-то на даче до сих пор вот эти переплетённые, огромные тома сохранились. Евгений Григорьевич, расскажите, вот так называемые самоздатовские вещи были? Сейчас мы про культовых ещё пробежимся, и так далее. Ну, давай, про культовых, потом реклама. В 80-х, 90-е годы пришёл Акунин на смену, вот ещё про Пикуля настолько было популярно, что, ну, это опять из другой немножко серии, что надо было собрать, вот мне, «Страсть алекционера», полное прижизненное собрание Пикуля, не было первой книги «Артонский патруль», и я целую стипендию, это 40 рублей, я потратил на приобретение этого огромного тома, который оказался нуднейшим, скучнейшим, я так и не могу его одолеть. А теперь тоже вот создают и это культовые у нас появляются фамилии, и люди сами додумывают, например, недавно всё, «Ах, Пауэлли», «Ах, Пауэлли», ну, почитал я эти детские сказочки, ну, вот почему-то ищут, знаете, вот были песни Макаревича в своё время, и песни были о том, о чём они есть, а почему-то у народа была тенденция додумывать, что это он что-то сказал, вот там, «Ру, мужик бьёт там по спине поленом, а это значит, народ наш бьёт», да ничего подобного Макаревича не имел, и вот так же, мне кажется, за это Пауэлли додумывали, что он там рассказали, как они там придумали, ну, для кого-то сейчас и мураками настольная книга вот, тоже читают, вот такие культовые дела. А российские авторы тот же Прилепина? Российские? Нет, избави, Господи, от Прилепина, если кто действительно сохраняет сейчас имидж, образовательный ценз, культуру писателя, из современных, это прежде всего Оунин, конечно, хотя, да, про вывод, есть у нас обзоры в нашем университете сейчас, дай почитать, мне рассказал, что начал утомлять уже своей позицией политической. И, по-моему, золотой верх Унина прошел, потому что новые квесты, игры литературного плана, это не совсем книги, это уже что-то, но это будет интересно. Но все-таки хотелось Фондорина, хотелось детективов, хотелось чего-то. Второй сейчас неизвестный, я бы рекомендовал, очень малоизвестный писатель, это Дмитрий Липсеров, он вообще-то ресторан. Ну, довольно известный, он же еще и пьесы пишется. Да, и там правильно написано на каждом томе, что стоит хоть одну книгу прочитать, и хочется всего. Вот у меня так же произошло. Ну, вот сегодня у вас разыгрывалась Анида, это Алексей Иванов, это фильм был снят, Географ пропел «Глобус» и прочее, вот это из наших, наверное, которых можно назвать писателя. Ну, это такая частичка особого мнения Евгения Питонина в рамках программы «Исторически сделанная Ветка». Свою оценку дал. У каждого свой вкус. Конечно. Реклама нам нужна. Да, реклама сейчас нужна нам прерваться, пробуем продолжать. Евгений Питунин, историк-краевед, руководитель Музея инженерных наук и АТГУН, президент Ветского ретро-клуба. Именно с ним мы сегодня такой исторический экскурс совершаем на несколько десятилетий назад. Что предпочитали читать жители нашего города в послевоенное время? Ну, тут уже пробежались 60-е, 70-е, 70-е. Ну, у меня чисто субъективное, конечно, мнение, я не последняя инстанция, это мои личные предприятия, что... Но вы современник, собственно, этих событий. Про самоздат хотелось бы сказать. Про самоздат и вообще о средствах и способах получения книг. Вот, знаете, выходили иногда, начиная с 60-х, это на моей памяти, то, чего не хватало на всех. Была в Новом мире, была напечатана повесть «Один день Ивана Денисовича», была в журнале, в том числе, напечатана «Мастер и Маргарита», естественно, это был очень маленький тираж. Вот, поэтому пытались перепечатывать на множительной технике. А вот самое-то интересное, что не было у нас сероксов и ничего подобного. Печатная машинка. А только на машинах это было сложно и не всем удавалось. А на предприятиях крупных были и огромные станки, занимали целую комнату, назывались они «РЭМ» или «ЭРА». И поэтому процесс размножения, он назывался «Отремить» или «Эрить». Это аббревиатура, да? «РЭМ» или аббревиатура. И поэтому правдами и неправдами, хотя все эти операторши, обычно женщины работали не в черных халатах, в каком-то в этом, в тоннере все были. Они проходили там проверку, видимо, в КГБ, в УВД, получали допуск. Они вот шлепали, множили этот один день Ивана Денисовича, «Мастера и Маргариту», естественно. Это какие годы? В 80-е? В 60-е. А, 60-е еще. И естественно, что после депортации Солженицына стали печатать «Архипелаг ГУЛАГ», но это было опасно и на машинах, и прочее. Приносили, я помню, что это уже было в студентах, вот я читал, но это был не Солженицын и не Шаламов, ну что-то очень… А, вот приносили, это был рассказ «Колымский трамвай средней тяжести», знаменитый. Это был сам издат, приносили, я не помню, но все боялись, конечно, все боялись даже перепечатывать вот то, что официально выходило, и у нас как-то вот в нашем городе, наверное, сам издат, он, если получал распространение, то в кругах, с которыми я не был связан в ту пору. Может быть, и были тогда диссиденты идейные, мы были просто рядовыми хипарями, скажем так, семидесятниками, которым это было далеко. Но, Роме, вот я помню, что единственное, что мне тоже дали пропуск, там где-то через знакомых, знакомых и знакомых, и был знаменитый журнал «Ровесник», а все новости о рок-культуре, о бубк-культуре получали из этого журнала. И вот там печатали авторизированная биография Битлеса, и это надо было иметь, и не только мне. И вот я побежал, и мне на этой эре мы шлёпали грязными, ими синь, и назывались вот эти, но буквы можно было разобрать. А куда это вы побежали? Конкретное место, куда вы побежали? Конкретное место, эта эра была Эминтерния на обувной фабрике имени Эминтерния. У вас связи какие-то были там? Да, да, да. Кто-то меня там был, какой-то знакомый пожарный, он там, инспектор, он там, видимо, знал, где я договорился. Вот я приехал, и мне ровесник. Но это вы сейчас спокойно рассказываете, я понимаю, что там важность, волнительность, моменты. Две секунды вы уволили, а так вот были, и это почему-то вот, если я называл популярных писателей, но были гиперпопулярные издания, например, первый выпуск стихов Высоцкого, это Нерв, его нельзя было упить, тираж был небольшой, и поэтому... Но он попал в наш город. Попал, но поэтому у большинства Нерв либо сидели ночами с фотоаппаратом и печатали ванночки по страницам, и была толстенная пачка фотографий у меня где-то. То есть фотографировали сначала? Книгу полностью, Нерв Высоцкого. Либо вот таким же образом на множительной технике, на синей бумаге, которая пачкалась в руках, вот гадались нервы. И причем, что самое интересное, что вторая книга, это вот «Четыре четверти пути», она уже практически не пользовалась таким ажиотажным спросом. Но я уже сказал про книжные магазины, что если что-то и было из-под полы, но все-таки был у нас выход, у нас в Ирове был знаменитый лилендарный магазин «Буинист». «Буинист» находился единственным по адресу Октябрьский проспект 32, это возле там, это дом с артой, кстати, в этом доме была таможня в 90-е годы. Который Вы тоже имеете отношение? Ну да, имел отношение, а «Буинист» это был такой магазин, который притягивал со всего города. Причем книги, они были как бы там, и можно было сдать, можно было купить, была массовка, вот неценная. А самое ценное, они стояли на полке, недоступные для того, чтобы даже потрогать. Самое ценное, в чем ценность? Они были по категориям, то есть категория «А» это была самая крутая категория, там один, два, первой категории, второй, третий, да. Нет, не обязательно, например, вот почему-то, ну, по первой категории шел там «Дюма, две Дианы» книга. «Дюма» и «Дианы»? Можно было выменять. Вы сейчас уже не понимаете? Вот, честно говоря, я что-то потом уже, да, этот ажиотаж прошел, у меня эти две Дианы появились, начал читать и не понял. Ну, естественно, «Пикуль», естественно, «Чейз». И вот, чтобы, и был список такой, что идет по первой, что если у тебя есть книга, и она тебе не нужна, и можно было прийти, вот поменять. Очень редко. А если сдать, взамен деньги получить? Если сдать, да, могли там. Ну, обычно денег было немного, а что на деньги? Книги были, они были и, в общем-то, источником дохода. Образовался такой клуб книголюбов. В свое время вот там действовали, наверное, и перекупщики, и книжные францовщики, назовем их там. Были такие? Долгое время этот клуб книголюбов базировался в Доме культуры Шинник. Сбор был по субботам и воскресеньям. Но не только книги, вот знаете, были там и с марками люди собирались, и с пластинками, как известно, эти нелегальные были. Но и книги, они были им же дефицитом, хорошие книги. И вот там люди приносили все, это было под вывеской клуба, то есть милиция уже не разгоняла, но это была чистая вот и спекуляция. Конечно, люди приходили вот. И вот зачем мне, студенту, тратить стипендию 40 рублей? На 5 рублей можно было сходить в ресторан. То есть на эту стипендию я бы мог, даже если ничего не покупать, 8 раз посетить ресторан Вятка. Но на эти 40 рублей я у спекулянта купил. Первую книгу Пикуля «Энский патруль», о которой я говорил. А вот, да, точки распространения, вот такое явление, как киоски по продаже периодических изданий, когда это появилось? Помните эти? Да, они были, просто менялась форма. Были, назывались они «Союзпечать», «Роспечать» — это, по-моему, сейчас частная фирма, тогда действительно «Союз». Когда, какие годы первые? Да, мне кажется, и до войны были. И до войны тоже были? Да, потому что там же еще, ведь, наверное, анекдот был советский, антисоветский, точнее, у газетного «Эоска». Правды нет, Советскую Россию продали, остался труд за три копейки. Газета труд за три. Да, газеты. Но там не только газеты, там действительно, вот если я говорил, что продавщицы в книжных магазинах чувствовали себя королевами, не менее уважительно относились к эоспершам из этих ларьков, потому что там, помимо этой труда за три копейки и прочее, были интересные издания. Например, вот у меня родительница, она для меня добывала, был такой знаменитый, глянец уже, глянцевый журнал, это «Мелодии ритма» немецкий. Немецкая страна? Или просто? Да, она вообще любой мировой стране, но там в Средине был такой огромный, красивый плакат, какой-нибудь группы. Иногда попадались там всякие польские трубодуры, трубодужие, трубодуры. Там немецкий пудис, но иногда были там настоящие, там «Роллинг Стоунс» или что-то такое у меня этими плакатами. Потом был тоже такой немецкий журнал «Ноэс Лебен», был «Польс Эванда», это журнал про моды, про ремы, духи. А, вот, вот, я хотел задать этот вопрос, просто глядя на ассортимент современных киосков, понимаешь, что там очень много всякой чуши, очень много журналов, там, демонстрирующих жизнь звезд, людей, внимание, которым приковано, там, внимание большое. Огромные тиражи. Нечто подобное было? Не все выписывали в почтовой ящике, вот, а те же журналы, например, уже был перебор иногда названия, но не говорило за содержание. Был очень хороший журнал «Химия и жизнь», но там не было никакой химии, там были литературные новинки, и были, и это очень хорошие зарисовки, фельдетоны, полезные советы. И вот тоже в иосках был на виду, и там были-то и тиражи, там были тиражи, ну, если не миллионные, то на сотни тысяч точно. И сейчас любой глянец был. А прошло время глянца, в принципе, уже не пытаются протрубить о создании нового глянца, он месяц-два, год, и сходит на нет. А тогда эти мутные, и это журналы, то есть мутные по полиграфии своей, они имели и огромные тиражи, что нынешним глянцам это просто даже и не снилось. Человек-изакон, я помню, пользующийся популярностью. Он потом... Журнальчик. Самое-то интересное, что вот для широкой публики вот этого и не было. Не было? Вот эти немецкие журналы, все это было уже так вот для избранных, а потом начали печатать. Вот ворота открылись у нас в 80-е годы. Буквально минута у нас остается. Да, когда начали печатать, у нас, в частности, наши типографии, ГБП Вят, они стали печатать Ахматова, Цветаева, что раньше было не достать. Была первая книга, которая напечатала наша областная типография, это «Наследник из Алькуты». Это тоже, наверное, на высшей категории. Было, конечно, попроще. Были рамочные издания, очень ценились серия. Они сейчас, вот рамочные, сейчас это... Сейчас есть тоже магазин «Букинист». Я захожу, но уже, конечно, прежней ауры нет. И вот на смену с этим потрошенным журналом, переплетенным в доморощенных условиях, пошли масса, масса, масса книги, которая была выброшена в 80-е и 90-е годы на Рим. А тогда действительно книжные магазины были интересны. Последнее, что я собирал у нас, что ценилось, детективы и фантастики. Бросились все на Чейза, на УЧейза. Там хороших вещей оказалось меньше, чем проходных. Последнее, что я собрал, это «Монстры вселенной», великолепная серия фантастики с рисунками Бориса Валиджо. Потом еще что-то, и еще... И вот самое печальное, что мой сын, он с трудом, он там... Последнее, что он читал, это Белянина. И сейчас у меня полные шкафы стоят книг. И напоследок я все-таки заготовил, написал шпаргал. Стих такой, с известного диска «По волне моей памяти». То, что я читал, это останется со мной навсегда, это останется навсегда в моем поколении, а другие поколения, наверное, может быть, когда-нибудь вернутся к этому. А если нет, то придут к другим книгам. И я думаю, что чтение и книги, они будут всегда. Хорошо, спасибо. Это Евгений Петунин, историк-крыевед, руководитель Музея инженерных наук и ВИАТГО, президент Вятского ретро-клуба. Мы обязательно что-нибудь еще придумаем, что-нибудь интересное расскажем в историческом плане. Спасибо. Спасибо. Завершается программа «Сделанные ветки». До свидания.